Андрей Андреевич, закон вселенной, что отдаем, то и получаем взамен. Кто вам сказал, что именно такой закон вселенной? Почему? А вы что, знаете законы вселенной? Я бы не рискнул так говорить. Люди не знают законов вселенной. Почему же у вашего учителя была тяжелая онкология, нарушение психической энергии в теле? Разве такое возможно у такого гуру? Спасибо за ответ. Я могу сказать, что особенность моего учителя заключалась в том, что этот человек никому ничего давать не хотел. Ему это было не нужно, это был старый-старый дедушка. Он прожил свою жизнь, и для него я являлся человеком, который навязывал свое присутствие, навязывал свои идеи. И этот человек на протяжении многих лет вынужден был выживать. Его жизнь очень отличалась от моей жизни. У меня за плечами не были там лагеря, также у меня не были там преследований и так далее. У меня все было по-другому. Мы были из разных миров совершенно. То, что у него появилась идея как-то со мной поделиться, это уже его заслуга. Ну, у онкологии у него. Почему возникает онкология? Неужели она, вы думаете, возникает от того, что человек делает что-то для кого-то или не делает? Онкология является следствием огорчений. У вас есть весы в вашем теле. Вот сколько вы в течение дня огорчаетесь, столько у вас накапливается того, что приведет вас к дальнейшим к таким заболеваниям. У вас много огорчений, ставьте тире. У вас очень много, еще ставьте тире. У вас очень-очень много, готовьтесь. Таким образом, есть люди, которые на огорчение не обращают внимания. Вот у меня такой ребенок есть, ее зовут Маша. Она совершенно не огорчается. Она обычно говорит такие слова. Она говорит, ну и ладно. Ей говоришь, я не дам. Она говорит, ну и ладно. А вот Аня огорчается. Ей говоришь, я не дам. Она огорчается, обижается. После этого требует, чтобы дали. После этого отбирает у кого-нибудь. Ищет вопросы, которые... Или ищет методы решения, чтобы это было ее, чтобы было, как она захотела. Видите, сколько огорчений в ее жизни. Одна сказала, ну и ладно, и не огорчилась. А у другой борьба за выживание, цепляние, конкуренция. Это все вызывает у нее вот такие состояния огорчения. Кто из них чего добьется? Вы знаете, каждый добьется своего. Возможно, Аня добьется огромного финансового достатка. Ну, возможно, Маша добьется ярких паранормальных способностей. Знаете, у каждого свое. Но то, что у этих детей разное восприятие, это говорит о том, что если у одного родителя два ребенка с разным восприятием жизни врожденными, то какие же бывают люди? Так вот, я хочу ответить на этот вопрос еще раз. Я считаю, что онкологические заболевания является следствием бесконечного огорчения человека. Поэтому мой вам совет, друзья мои, не огорчайтесь. Существует два принципа не огорчаться. Первый принцип – произносить слова. Ну и что? Я ни при чем. Так же можно говорить, ну хорошо. То есть пытаться впереди целая жизнь, пытаться найти элементы, которые не будут заставлять человека огорчаться. Я считаю, что огорчение – это нарушение закона, наверное, вашими словами скажу, вселенной, которая заставляет человека в дальнейшем понести за это наказание. Вселенная не огорчается.